ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России в первой половине этого года угнали 430 автомобилей, на которые был оформлен полис КАСКА. Такой информацией поделился Союз автостраховщиков. За аналогичный период с 2021 года краш машин было почти в два раза больше. В тройку наиболее угоняемых авто попали Хёнде Санта-Фе, Хиа Соренто и Лада Гранта. Люксовых моделей в перечне не так много. Полностью отсутствуют там автомобили китайского производства. Зато есть грузовики. Самый распространенный из них – КАМАЗ. ТРАССА 101 На сайте госуслуг появилась возможность оформить электронный договор купли-продажи транспортного средства. По юридической значимости он равноценен обычному бумажному документу. Сервис автоматически проверяет наличие ограничений на машину. Находится она в розыске или залоге. Участниками сделки могут быть только физические лица в возрасте от 18 лет. Они должны иметь подтвержденные учетные записи плюс установленное приложение «Госключ». Как уверяют разработчики, вся процедура заполнения формы, если с машиной и документами проблем нет, занимает не более 10 минут. ТРАССА 101 ГИБДД напомнило, как вернуть деньги за оплаченный штраф. Имеется в виду случай, когда автовладелец оплатил по ошибке взыскания дважды, оплатил не свой или отмененный впоследствии штраф. Для этого необходимо написать заявление в госавтоинспекцию, где следует указать паспортные данные, обычную и электронную почту, номер телефона, причину возврата денег. В качестве приложения потребуется платежный документ, копия паспорта, копия решения об отмене постановления, банковский счет, на который следует перечислить сумму. ТРАССА 101 Недавние лидеры рынка новых пикапов в нашей стране, Митсубиши L200 и Тойота Хайлюкс, больше не составляют конкуренцию основным игрокам. Их двое – УАЗ Пикап и Джак Т6. Начальная стоимость первого – 1 миллион 570 тысяч рублей. За версию с автоматической трансмиссией придется заплатить минимум 2 миллиона 25 тысяч. Стартовый ценник китайца – 2 миллиона 299 тысяч рублей. Оснащается он двухлитровым бензиновым мотором мощностью 177 лошадей, либо 136-сильным дизелем того же объема. Коробка только механическая. ТРАССА 101 А китайский Хавейл представил младшего брата, внедорожника Дарга, который продается в России по цене от 3 миллионов 200 тысяч рублей. Кроссовер, получивший название Кул Док, обладает брутальной внешностью. Такой эффект достигается в частности за счет квадратных колесных арок и узких стекол в стиле Хаммер. Модель оснащается полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью почти 190 лошадиных сил. В Поднебесной машина будет стоить, в переводе на рубли, от 1 миллиона 100 тысяч. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова